МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочая встреча. Глава региона Олег Ковалев провел большую пресс-конференцию. Служба и опасна, и трудна. В России правоохранители отметили профессиональный праздник. Очередей в детские сады практически не осталось. В городской администрации на неделе подвели итоги работы за два года. Ну а теперь обо всем подробнее. В четверг губернатор Рязанской области Олег Ковалев более двух часов отвечал на вопросы журналистов. Причем темы в беседе поднимались весьма различны. Это экономика и социальная сфера, и культура. Полный отчет о встрече в репортаже Оксаны Тебенихиной. На рабочей конференции с губернатором присутствовали представители всех средств массовой информации Рязани. Первые вопросы, которые журналисты задавали Олегу Ковалеву, были связаны с чередой громких отставок. В первую очередь губернатор прокомментировал уход главы Рязанской администрации Виталий Артемова. Я должен сказать, что с приходом Виталия Евгеньевича все-таки в городе начало многое меняться. Понятно, что многие вещи делались и через колено, многие вещи делались через изменение даже внутреннего понимания проблемы и так далее. Но многое начало меняться в лучшую сторону. Все-таки 4 года на этой должности, я думаю, Виталий Евгеньевич где-то накопилась в нем какая-то внутренняя, наверное, усталость. Потому что вот это его решение, оно было для меня неожиданным. Я поздно вечером возвращался из Москвы, мне позвонили, сказали, вот так и так лежит заявление. Я просто удивился даже. Но он реально, видимо, оценил свои возможности, сказалась какая-то осталась и так далее. Что касается, я думаю, тоже Виталий Евгеньевич будет востребован. Также губернатор пояснил ситуацию с заявлением о сложении должностных полномочий теперь уже экс-главы администрации Рязанского района Виктора Пронькина. Я публично предложил ему написать заявление и уйти в отставку. Причина – это перевод на индивидуальное отопление жилых домов в Мурмино. Деньги были выделены. Работа была необоснованно затянута. Глава администрации фактически самоустранился от работы с людьми, потому что людям надо рассказать, что дает им перевод на автономное теплоснабжение. В чем они сэкономят. К сожалению, глава администрации этого не сделал. Но это находится в его обязанностях, прямых обязанностях, которые стекают из закона о местном самоуправлении, из уставов соответствующих и так далее. Поэтому здесь, естественно, после публичного предложения у меня состоялась с ним встреча, я сказал, что если вы сами не уйдете, я буду вынужден тогда идти по закону. И он понял свою ошибку, написал заявление и уволился. Несмотря на все пертурбации и кадровые перестановки, по словам губернатора, никаких структурных изменений в работу правительства вноситься не будет. В связи с недавним визитом в наш регион главы Минкультуры Владимира Мединского Олегу Ковалеву поступало много вопросов, касающихся культурной стороны Рязанской области. Владимиру Мединскому был представлен проект музейного центра, который в скором времени планируется построить в Рязани. Как он оценил, собственно, проект и на какие сроки вы сейчас ориентируетесь? Спасибо. Музейный центр – это моя боль душевная. Ведь решение о том, что строить, было принято годы три или четыре назад, наверное. И все никак не могли в Большом Министерстве культуры, извините, разродиться. Сейчас что я могу сказать? Что проект разработан. Проект прошел, как бы, вот как архитектурная и конструктивная часть, прошел экспертизу в Саратове. Ну, в специальном бюро экспертиз. Значит, сейчас завершается экспертиза с медной стоимости. Вот. Поэтому проект очень хороший. Он очень будет хорошо у нас в центре там смотреться. Он закроет это здание в стиле, построено в советском стиле, где Центробанк находится. И, значит, мы договорились с Владимиром Ростиславовичем, что будем ускорять начало строительства. Сейчас, как только из экспертизы выходят, они должны сразу же приступать к строительству. Во время двухчасовой конференции губернатор вел открытый разговор с журналистами. Ответил на все интересующие их вопросы, касающиеся социальных аспектов нашего региона. Пресс-конференция главы региона состоялась в четверг. Ну, а в начале недели 10 ноября рязанские полицейские отметили свой профессиональный праздник. День сотрудника органов внутренних дел. Исторически в этот день, в далеком теперь 1917 году, было принято одно из первых постановлений новой советской власти о создании рабочей милиции. Впрочем, официально праздник начал отмечаться только в 80-е годы 20 века. Обычно в этот день проходил большой торжественный концерт, а работники силового ведомства принимали поздравления от руководителей государства. Нынешнее празднование Дня сотрудника органов внутренних дел стало и приятной датой для начальника рязанской полиции Николая Пилюгина. Накануне, в прошлую пятницу, приказом президента России полковник Николай Николаевич Пилюгин получил звание генерал-майора. Напомним, что он возглавил рязанскую полицию осенью 2012 года. До этого работал в уголовном розыске. В 2001 году стал начальником РОВД Московского района. До назначения на должность главы рязанского управления полиции Пилюгин был заместителем начальника ОМВД по Костромской области. А в понедельник уже в генеральском звании Николай Пилюгин наградил лучших сотрудников управления на торжественном собрании. Поздравить рязанских полицейских на торжественное собрание в главном управлении полиции пришли руководители областных и городских органов власти. Перед началом мероприятия участники почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников. Ведь только в нынешнем году отдали свою жизнь, выполняя долг и защищая правопорядок, 135 правоохранителей по всей стране. Этой темой коснулся и министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в телеграмме, обращенный к личному составу рязанской полиции. Одной из главнейших задач, по мнению министра МВД, несмотря на все трудности службы, является повышение доверия общества к работникам правоохранительной системы. Сейчас МВД России – это современная, технически осващенная и динамичная система, которая не уступает, а по многим параметрам и превосходит полиции других стран. Безусловно, главный вклад в позитивные перемены вносят в ее сотрудники – рядовые и офицеры, участковые и оперативники, патрульные, дорожные инспектора, следователи и многие другие. Личный состав МВД достойно выполняет поставленные перед нами задачи. Служит России и закону. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев также пожелал работать для защиты интересов простых людей. По его мнению, необходимо сохранять и кадровую преемственность в полиции. Далее, по традиции, подвели итоги ежегодного конкурса на звание лучшего молодого сотрудника. Этого звания по решению ветеранов органов внутренних дел удостаиваются молодые представители основных полицейских подразделений – уголовного розыска, патрульно-постовой службы, ДПС, вневедомственные охраны. Николай Пилюгин и Олег Ковалев наградили сотрудников за отличные служебные показатели. День сотрудника органов внутренних дел рязанские полицейские начали с посещения аллеи героев Новогражданского кладбища, где покоятся правоохранители, погибшие при исполнении служебного долга. 10 ноября в России празднуется День сотрудников органов внутренних дел. В рамках празднования в Рязани прошел целый комплекс мероприятий. В региональном управлении МВД состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске сотрудникам органов внутренних дел Рязанской области, погибших при исполнении служебного долга. На аллее Славаново гражданского кладбища, где похоронены погибшие сотрудники, прошла панихида. Начальник УМВД Николай Пелюгин, сами сотрудники полиции и члены семей погибших возложили к могилам цветы. Основная задача наша, используя как раз тот наш, скажем, и опыт, и то наше героическое, не побоюсь такого слова, прошлое и настоящее, выращивать новое поколение. Сегодня об этом уже говорилось, но действительно одна из первейших задач, как в органах внутренних дел, так и по многим-многим направлениям в нашей стране, это действительно выращивание достойного поколения нового молодого. И лучшего образца для подражания, как наши погибшие, просто невозможно и желать. От всей души поздравляю всех с праздником, нам есть на кого равняться, а вам от всей души большое спасибо. А теперь к сугубо городским новостям. В администрации Рязани подвели итоги работы по программе реконструкции и ремонта детсадов за прошедшие два года. Благодаря этому очереди в городских дошкольных учреждениях практически исчезли. На протяжении последних двух лет в нашем городе велась активная работа по реконструкции и строительству детских садов. До 1 января 2016 года необходимо закрыть очередь в дошкольные учреждения, и рязанское руководство справляется с этой задачей. Сравниваем с 1 января 2013 года. 1 января 2013 года это 20 тысяч детей дошкольников, 20 тысяч 75. Ну 20 тысяч, будем считать, детей дошкольников. 1 января 2014 года это 21 тысяча дошкольников, и ноябрь, сегодняшний день 2014 года это 22 тысяч 500 детей, посещающих детские сады. То есть мы вот за такой небольшой, за полтора года, за такой небольшой промежуток времени мы, в общем-то, две с половиной тысячи мест ввели. Та очередь, которая остается на сегодняшний день на 90%, состоит из желающих поменять детский сад, чтобы водить малышей в учреждения, находящиеся поближе к дому. Особо актуален этот вопрос для жителей Московского района и Кольнова. К сожалению, конечно, вот решить проблему в шаговой доступности 100% не удастся однозначно, потому что застройки идут в городе разными темпами в разных районах, и обеспечить местом в детском саду рядом с домом будет трудно. Нельзя забывать о скором открытии детского сада на Братиславской. Эта улица абстрагирована от других районов города, и добираться до ближайшего садика весьма затруднительно. На Братиславке полностью благоустроена территория, ведутся внутренние работы и обработка фасада, вентилируемый фасад монтируется. Это с бассейном, один из самых больших тоже садов на 313 мест он планируется. Детский сад, новой планировки такой нет у нас в городе. Мы собираемся в этом саду широкомасштабно открыть группы для двухлеток, чтобы на весь железнодорожный район решить эту проблему по двухлеткам. Заводим туда инклюзию, проблему эту. Помимо этого собираемся такое нововведение откроем, тайну нет. Робот такой существует, который в течение дня перемещается из группы в группу и наблюдают, и родители через интернет в любой момент могут подключиться и посмотреть, что делают их дети. Ну, конечно, по местонахождению робота, то есть не каждого ребенка в любую минуту, а вот там часы, допустим, присутствия в группе есть, и он по этажу перемещается, и родители смогут посмотреть. В следующем году администрации города планируется сократить очередь для двухлеток. На сегодняшний день своего места в ясельных группах ждут почти 3000 малышей. При этом количество групп в детсадах выросло с 59 до 68. Впереди еще много работы, но руководители города взяли хороший темп. Вы смотрите программу «Время говорить». Вот что будет во второй части выпуска. Воздушно-десантному командному училищу 96 лет. Репортаж с праздничных мероприятий. Всемирный день борьбы с диабетом. В Рязани обсудили меры помощи больным диабетчикам. На неделе состоялось, как выяснилось, заключительное заседание по уголовному делу автосалона «Евразия». И результат для многих довольно неожиданный. Уголовное дело в отношении Анатолия Шуварденкова прекращено. В Московском районном суде завершено рассмотрение уголовного дела Оксаны и Анатолия Шуварденковых, бывших хозяев когда-то популярного в Рязани автосалона «Евразия». Супруги обвинялись в мошенничестве. Более четырех лет суд не мог принять решение по их делу. В итоге Шуварденковых оправдали. В ходе судебного следствия было установлено, что часть потерпевших на основании решения судов получили автомобили в свою собственность. Остальным потерпевшим, причиненным материальным ущерб, полностью возмещен подсудимый в ходе судебного разбирательства. В следствии этого потерпевшие отказались от предъявления гражданских исков. Общая сумма возмещенного ущерба потерпевшим составила 36 млн 587 тыс. 67 рублей. Напомним, в марте 2010 года российское правительство запустило программу поддержки отечественного автопрома. Суть проста – сдаешь старую машину на утилизацию, получаешь новую со скидкой в 50 тыс. рублей. Программа стала пользоваться бешеным успехом. Народ ринулся в автосалон «Евразия», который предоставлял интересующие их услуги, чтобы успеть избавиться от старых машин. Итог нам известен – люди остались без своих авто, зато с пустышкой бумажкой на руках. Хозяева Евразии заработали на сырой программе утилизации без малого 45 млн рублей. По результатам судебного следствия обвиняемым инкриминировалось мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, связанной с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Анатолий Шуверденков во время предварительного следствия более двух лет находился под стражей, которые, кстати, зачислили в срок лишения свободы. По делу допросили 255 потерпевших, более 70 свидетелей. Также исследованы письменные доказательства уголовного дела, состоящего из более чем 60 томов. На прекращение уголовного дела повлияло постановление Госдумы об объявлении амнистии, в соответствии с которым лица, впервые совершившие экономическое преступление в сфере предпринимательской деятельности, освобождаются от уголовного преследования. Дело Евразии до сих пор остается загадкой 21 века для рязанского правосудия. А сотрудники госавтоинспекции в день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий пришли на донорский пункт и сдали кровь. Скорбная дата Всемирный день памяти жертв ДТП появилась в 2005 году. Она приходится на 3 воскресенье ноября. И традиционно во всех российских регионах проходит целый ряд мероприятий, главная цель которых – призвать общественность не только вспомнить о погибших, но и не остаться в стороне от чужой беды. В Рязани сотрудники полиции и управления ГИБДД стали участниками акции по сдаче донорской крови. Я работаю больше 14 лет чисто в органах ГИБДД. Стараюсь периодически, раз в два месяца, может чуть пореже по обстоятельствам. Как себя чувствуешь? Ну, нормально. На Западе донорство уже давно стало естественным процессом. В нашей стране не хватает и крови, и понимания, почему она так необходима. По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1 миллион 300 тысяч жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2020 году, травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий. А потому общественный резонанс просто необходим. Людям надо помогать. Только в этом году в Рязани было сразу несколько аварий, после которых друзья пострадавших со всех социальных сетей призывали людей помочь. И результат есть. Но сотрудники полиции еще раз напоминают, что думать о своем здоровье и безопасности нужно всегда. А не только после несчастных случаев. В пятницу отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. По статистике, сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих заболевших к инвалидности и смерти. По данным Всемирной организации здравоохранения, сахарный диабет в 2-3 раза сокращает продолжительность жизни. О профилактике и помощи заболевшим шла речь и на встрече врачей в стенах 11-й городской больницы. Каждый год 14 ноября во всем мире отмечается День борьбы с диабетом. Долгое время люди не имели возможности и средств бороться с этой болезнью. Диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды не только на выздоровление, но и на жизнь. 14 ноября 1891 года родился канадский ученый Фредрик Баттенко, человек, давший возможность миллионам людей, страдающих от этого тяжелого недуга, жить полноценной жизнью. Целью Всемирного дня борьбы с диабетом является повышение осведомленности о диабете. Не только о количестве заболевших с сахарным диабетом, но и о том, как можно предотвратить развитие этой болезни во многих случаях. В 11-й больнице сегодня прошел День профилактики здорового питания и диабет. Мероприятие было организовано Рязанским городским эндокринологическим центром. На сегодняшний день сахарный диабет называют неинфекционной эпидемией века, потому что растет диабет семимильными шагами, идет по всему миру, по всем странам и в частности в России. Он растет с каждым годом. К 2030 году планируется около полумиллиарда больных с сахарным диабетом, то есть более 500 миллионов в мире. Сегодня все желающие смогли прослушать лекцию о методах борьбы с этой болезнью, ознакомиться с литературой о диабете, принять участие в викторине, проконсультироваться с врачами-эндокринологами, а также сделать экспресс-анализ на содержание глюкозы в крови, результат которого был готов уже через несколько секунд после забора крови. Ну и конечно, следить за своим здоровьем никогда не лишнее. Ешьте поменьше сладкого, избегайте стрессов, занимайтесь спортом и побольше гуляйте. Здоровый образ жизни еще никому не навредил. В общем, жизнь пациентов-диабетчиков продлилась. Они перестали умирать непосредственно от сахарного диабета. Успехи диабетологии, как говорится, налицо. Кстати, при Рязанском медуниверситете успешно функционирует профессорская поликлиника, где прием ведут заслуженные доктора, которые помогают горожанам, в том числе и страдающим сахарным диабетом. Всемирный день борьбы с диабетом охватывает миллионы людей во всем мире и объединяет диабетические общества 145 стран с целью повышения осведомленности об этом коварном заболевании и его осложнениях. В пандемии хронических заболеваний сахарный диабет по его распространенности и по тем, так сказать, осложнениям, которые он приводит, он занимает лидирующее место. Сегодня сахарный диабет наряду с атеросклерозом и раком входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти людей. Для того, чтобы оптимизировать лечение на современном уровне и принимать свое состояние как образ жизни, и была несколько лет назад открыта профессорская поликлиника в Рязанском государственном медицинском университете. И в этих стенах Всемирный день борьбы с диабетом проводится исключительно с пациентами, чтобы напомнить больным, даже если состояние здоровья требует медикаментозного лечения, можно начать небольшие ежедневные изменения, вместо того, чтобы безропотно подчинять свою жизнь лекарствам. В Российской Федерации, по данным государственного регистра, на настоящее время страдает с сахарным диабетом более трех миллионов человек. Реальная цифра в 3-4 раза выше, причем 90% диабетиков – это люди 30-40-летнего возраста, то есть работоспособная часть населения. Профессорская поликлиника дает возможность уточнить свой диагноз и правильно назначить лечение. Сахарный диабет – это цепочка как будто не связанных, на первый взгляд, заболеваний, и если упустить хоть одно из них, последствия могут быть самые неприятные. Диабетическая полинейропатия, которая является ведущей причиной развития синдрома диабетической стопы. И все же напоминают медики, правильный образ жизни и своевременная врачебная помощь могут сделать жизнь диабетиков практически полноценной и полной красок. Так что заботьтесь о своем здоровье, и оно отплатит вам тем же. И еще о торжественных мероприятиях. В четверг Рязанскому высшему воздушно-десантному командному училищу исполнилось 96 лет. Для празднования этой годовщины в свой вуз приехали выпускники, офицеры, ну и, конечно же, курсанты. Воздушно-десантные войска, как говорил родоначальник крылатой пехоты генерал Василий Филиппович Маргелов, это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один. За прошедшие годы из стен Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища вышли тысячи советских и российских офицеров. Как самые боеспособные войска, десантники прежде других принимали участие в военных конфликтов. Поэтому, по традиции, церемония началась с возложения цветов к монументу погибшим десантникам. На празднование очередной 96-й годовщины училища приехал и замминистра обороны Юрий Садовенко. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Министр обороны Российской Федерации! Уже на трибуне перед курсантами замминистра обороны Юрий Садовенко отметил значительное укрепление материально-технической базы десантного училища. В нынешнем году запланировано строительство и ремонт более 150 объектов. Это и спортивный комплекс, и полевой лагерь, и учебная лаборатория, и электронно-стрелковый тир. В этом году в Рязанское десантное училище поступило рекордное число курсантов. Именно поэтому патриотической работе, особенно в преддверии юбилейной даты 70-летия победы в Великой Отечественной войне, придается большое значение. Воспитанием патриотизма практически всю свою долгую жизнь занимается и Галина Александровна Королевич. Она выпускница училища 1943 года. Училище, я ему благодарна, низкий поклон до земли, как только могу я поклониться в свои 91 год. Я преклоняюсь, спасибо училищу, она дала нам мужество, закалку, смелость и все, чем должен владеть не только десантник, а вообще защитник Советской Родины, нашей Родины. Вот перед вами, перед нами выступала наша выпускница 1943 года, Галина Александровна Королевич. Вот те трудности, которые были тогда, это были трудности. А сейчас ничего не мешает для того, чтобы достойно готовиться и достойно представлять воздушно-десантные войска и войска специального назначения на поле боя, если понадобится. Но вместе с тем мы, стоящие в строю, должны быть обязаны тем ветеранам, прадедам, дедам, которые отстояли независимость нашей страны и в боях с немецко-фашистскими захватчиками и в других войнах, вооруженных конфликтах. В завершении торжественных мероприятий курсанты прошли старовым маршем перед ветеранами и офицерами. Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. На сегодня это все. Конечно, желаем вам удачных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин